Доброе утро! Продолжим наше занятие по митсубишевскому оборудованию. Оборудованию, потому что уже не только по частотникам. Возникло несколько вопросов у клиента, у которого задача стоит синхронизации нескольких механизмов. То есть обеспечить синхронное вращение, это совсем не то же самое, что обеспечить вращение с одинаковой скоростью. Когда говорят о синхронизации приводов, подразумевается, что валы механизмов должны вращаться с одинаковой, сохранять постоянное относительное положение друг относительно друга, или определенный коэффициент редукции. То есть это уже управление не по скорости, это управление по положению. То, что интересует данного клиента, это так называемый электронный вал. То есть, когда у нас через систему управления привода положение одного вала поставлено в зависимость от положения другого вала. Либо они вращаются абсолютно синхронно, либо они вращаются, это электронный редуктор называется, с определенным коэффициентом пересчета. То есть, допустим, на один оборот одного вала приходится оборот с четвертью или 125 оборотов другого вала. Непринципиально. Эта задача решается. Такого класса задачи очень часто используется в различных упаковочных линиях, в различных фасовочных автоматах. Даже в таких, казалось бы, далеких от каких-то задач привода вещах, как, например, колбасный шприц. То есть, это механизм, который наполняет колбасную оболочку фаршем и заклипсовывает эти готовые колбаски. Ну, много таких применений. В частности, например, механизм перемещения артиллерийской части, пусковой установки. Да, пожалуйста. То есть, задача самая разнообразная, точность необходима тоже разная, быстродействие разное. И вот, когда у нас механизмы, мощности механизмов где-то находятся в пределах, скажем так, от нескольких киловатт до двух-трех десятков киловатт. Вот. И меньше, соответственно. То тут возникает вопрос, а что, собственно, использовать? Использовать частотники, частотники классические, да? То есть, вот, А800 серия, которую мы рассматриваем, которая прекрасно работает по положению. Или уже переходить на сервопривод. В общем, в беседе с клиентом возникла необходимость объяснить, что такое сервопривод и чем он отличается от обычного частотника с датчиком обратной связи. Ну, с энкодером в данном случае, да? Которым он привык. Потому что в определенном диапазоне требований, в определенном диапазоне мощностей уже имеет смысл переходить с частотников на сервопривода. При этом мы можем получить гораздо более высокую точность, гораздо более высокое быстродействие. И, как ни странно, все получается гораздо проще. То есть, то, что задачи по синхронизации, которые на частотнике делаются достаточно трудно. То есть, много всего надо учесть и капитально разбираться. На сервике, в общем-то, делаются достаточно легко. А если еще использовать наши же родные моушн-контрол модули, то вообще проще паренарипы. Но это уже совсем другая история. В общем, в процессе подобных разговоров я понял, что стоит хоть немножко рассказать о сервиках. Честно скажу, я сервиками практически не занимаюсь. То есть, ко мне они попадают только в ремонт. А запускать, настраивать, все это... У нас есть специалисты в Харьковском отделении. Они всю жизнь занимаются ЧПУ. Соответственно, они все знают про сервопривода, и ориентирование, и все, что угодно. Но они категорически не хотят тратить время на съемку подобных роликов. Ну, это такое дело. Может быть, когда-нибудь все-таки дозреют, да? Как-то более популярно это все объяснить. Поэтому я порылся в всяком старом хламе. И нашел бренные остатки учебного стенда со встроенным вот таким... Вот такой вот стендик был когда-то. Когда-то он был больше, и... В общем, это то, что от него осталось. Ну, вот... Постарался привести его в порядок. Здесь ничего сложного. Здесь один сервоусилитель, один сервомотор. Дискретные сигналы. Далеко не все подключены к тумблеру. И дискретные выходы тоже далеко не все подключены к светодиодике. То есть, самый-самый начальный, так сказать, уровень использования подобных изделий. Значит, если камера покажет... Это, в общем-то, уже снятый из производства сервоусилитель. Может быть, так будет лучше видно. Вот. Значит, усилитель серии МРЁ-3. Так, вот ты мне сегодня мешаешь скорого. Значит, 100-ваттный усилитель серия Т. Серия Т, это значит, что это упрощенный такой усилитель, который предназначен в первую очередь работать по положению. И в первую очередь данное положение брать из таблицы, внутренней таблицы. Поэтому его очень легко показывать. То есть, к нему не нужно ничего, никакого дополнительного управляющего устройства, контроллера или чего, задатчика какого-то, который будет ему выдавать позицию. Вот. Это удобно. Значит, для простых демонстраций таких. Подключен... Подключен он к маленькому 50-ваттному моторчику. Вот. Моторчик я покажу. Что такое серво-моторчик. Вот. Вот такой точно моторчик здесь стоит. Собственно, если кто видел когда-нибудь такие вещи, значит, собственно, мотор вот он. Масенький. Вот это от него энкодер. Значит, это моторчик 50 ватт, 3000 оборотов в минуту, номинальная скорость. И номинальный момент, насколько я помню, 0,19 ньютона метра. Вот. То есть, такой вот масенький моторчик. Почему это серво-мотор и чем он отличается от обычного мотора с энкодером? Вот. Вот стоит же обычный мотор с энкодером, который, в общем-то, вроде бы то же самое. Да. Вот вам мотор. Вот вам энкодер. Вот. Все. Похоже, да немножко не так. Ну, во-первых, это мотор примерно на 200 ватт, да? 200 ватт мотор. Вы видите его размеры. Это мотор на 50 ватт. Вы видите его размеры. Почему? Потому что, по сути, это мотор с постоянными магнитами. Это, ну, в общем-то, разница капитальная. Это постоянно моментный двигатель с постоянными магнитами. У него момент на валу не зависит от скорости. Он на стоячем валу может давать свои вот эти 0,19 ньютона метра с тем же успехом, как и на скорости 3000. Вот, значит, это важно. Во-вторых, разница в классе. Разница в классе энкодера. Ну, вот, допустим. Вот здесь стоит, значит, хороший энкодер на 4096. Импульсом, наоборот, да? Это очень хороший. Обычно вообще ставятся вот такие вот... Это, кстати, тоже очень хороший энкодер. Покажу. Значит, вот он такой маленький. Ну, это маленький-то он маленький. Ага, я его верно, ами держу. Хорошо. Вот. Ну, сфокусируешься. Это энкодер P-PROFUG. Вот, на 1024 импульса, наоборот. Очень хороший, защищенного исполнения. Тут такой поликарбонатном корпусе. Вот. Выход у него, значит, комплементарный, двухтактный. Вот. Очень-очень хороший, качественный прибор. Да? Вот, чаще всего мы на привода клиентам вот такие и ставим. В чем разница между таким замечательным энкодером и вот тем энкодером, который у нас стоит здесь? Это, вот в этом приводе стоит 18-битный энкодер. То есть, чтобы вы себе понимали, это 262 144 импульса, наоборот. 1024 импульса, наоборот. 262 000 импульса, наоборот. Вот. Это точность. Это точность, благодаря которой, при конфигурации сервоусилителя, у меня основная единица измерения, это микрометр. Микрон. Одна тысячная миллиметра. Вот, благодаря этому. Причем, чтобы вы себе понимали, это старая серия, сейчас уже снятая с производства. Я не помню, какая разрядность энкодера актуальна сейчас серией MR-J5, но что-то около 2 миллионов там. Малеха больше, чем 2 миллиона импульсов, наоборот. Вот. То есть, это абсолютно разного класса изделия, предназначенные для выполнения очень точных задач. Ну, тут, да, кроме того, что, то есть, тоже надо понимать, что вот этот движок, его к чему попало, не подключишь. Потому что передать просто так такое количество импульсов, а вообще-то он работает и по абсолютному положению, что я, в общем-то, и покажу сейчас. Значит, здесь это не просто вот, как здесь несколько кончиков, которые мы подключаем к плате интерфейса энкодера. Нет. Здесь достаточно все специфически. Этот энкодер предназначен, и так же, как этот мотор, для работы только с усилителями родными, с усилителем определенной даже серии. То есть, я, например, на более раннюю серию, там, МРИОД-2. Просто его не подключу. Да. Ни физически, ни логически. Например, когда я подключаю к сервоусилителю этот мотор и включаю сервоусилитель, сервоусилитель настраивается на этот мотор. Он вычитывает с ПЗУ, которая хранится в энкодере, значит, все параметры этого двигателя, которые ему необходимы. То есть, тут таких вещей, как в частотнике сделать оффлайн автотюнинг, да, то есть, померить параметры двигателя. Здесь они не имеют смысла, потому что у нас эти параметры уже забиты производителем и при подключении они переписываются в сервоусилитель. Вот. Давай посмотрим на морду усилка. что есть что. Ну, во-первых, сразу видно, что, собственно, здесь практически в отличие от так, я не могу это проверить. Эх, что-то у меня сил нету. Давненько его не открывали, видно. Отщелкнул, да? видно, наконец, что никаких кнопок гуляния по меню здесь просто нет. Вот. здесь есть селектор его адреса по шине, потому что мы его можем подключить через CC-Link, через промышленный интерфейс сетевой. Так, здесь есть адрес подключения через 422-485-й интерфейс. Вот его разъем. вот один, второй, это одно и то же. Так, значит, и все. И индикатор состояний, который мне тут в общем-то весьма вспомогательную роль играет. То есть, сюда выскакивают ошибки, чтобы оператор мог, не подключая компакт, быстренько посмотреть, что у него тут выскочило. Ну, все. То есть, тут заглядывать особо даже нечего, потому я ее еле открыл. А годами никто-то не открывал. вот. Так, значит, здесь клеммник, вот он, силовой. Вот. Питание. Значит, питание, ну, звено постоянного тока, подключение силы мотора. вот оно. Питание мозгов всегда отдельно. То есть, здесь-то на него перемычки просто стоят. Но, в принципе, в сервоусилителях всегда разделено силовое питание и питание логики. Ну, Так. Разъем вот тот самый для подключения энкодера. вот он. Сейчас чуть поверну. Вот. Энкодер у нас подключен. Так. Вот. И дискретные входы-выходы, которые вот мы здесь видим, вот они подключены. Они тут на разъеме. Вот. Амфинол разъем. Здесь такой же вот стоит. Тут есть еще неиспользуемые в данной конфигурации. Сейчас, чтобы видно было. Значит, вот миниэмфинол тоже стоит. Этот самый. Здесь аналоговые входы, аналоговые выходы есть. То есть, в принципе, тут можно сделать аналоговое управление и по скорости, и по моменту. соответственно, выводить куда-то эти сигналы на контроллер, например, да, или на показывающие приборы. В данном случае мы это не рассматриваем, потому что это самый простенький такой у нас стендик, значит, который просто понять, что оно такое, что такое сервик, чем он отличается от обычной частотника. Я думаю, что с этой задачей он справится. А вот. Ну, что, включу просто хотя бы показать, что он работает, да? А то что-то сейчас я показывать особо не планирую. то есть, вот он у нас сейчас включился. ну, это я объясню потом. Особенность такая, что в сервиках в основном используется логика обратная. То есть, если у меня горит алярм, светодиод, это значит, что все в порядке. Вот, когда он погаснет, это значит, что-то случилось, да? Я буду тогда здесь вычитывать, какой у меня код ошибки. Вот. Сейчас у нас сигнал серво он выключен, вал свободен, ничего, значит, ничего не происходит. Что мы делаем первым делом? включаем сигнал серво он. И у нас все радикально изменилось. У нас сразу зафиксировалось положение вала. Все. Значит, сигнал готовности у нас появился. Сигнал инпозишн, значит, хотя позицию мы ему пока не задавали, он просто подхватил текущую. Все. Значит, здесь у нас что? Это тумблера, соответствующие сигналу концевиков, вот, концевых переключателей или путевых переключателей, да? Значит, старт вперед, старт назад тумблера. Значит, это у нас специфический сигнал, который существует только у сервиков, значит, это сигнал предварительного позиционирования, то есть, по этому сигналу он начинает искать свое нулевое положение, вот, то есть, нулевую позицию. Вот. Переключение режима ручной автомат, он сейчас стоит в автомате, значит, можем переключить вручное, значит, здесь у меня дырка, здесь не хватает тумблера, я так и не нашел подходящего, здесь должен быть сигнал emergency, аварийное отключение, вот, я пока переназначил его на седьмой цифровой вход, так, значит, и цифровые входа от нулевого до седьмого, то есть, восемь штук, это входа, которые определяют номер точки в двоичном коде, номер точки в таблице, номер позиций, в таблице позиций, вот, которая хранится у него в памяти, соответственно, раз у нас их восемь, значит, 256 позиций мы можем записать, ну, у нас теперь получится поменьше, 64, да, этот самый, потому что один тумблер я назначил вместо emergency, то есть, один разряд убрал, так, нам, он сейчас стоит в абсолютно произвольном каком-то положении, прежде чем что-либо делать, нам нужно привести его в нулевое положение, мы включаем нулевую позицию, то есть, выключили все эти тумблера, вот, и даем ему команду на ход, команда на ход выдается не постоянно висеть, как в частотнике должны быть, а импульсно, мы можем настроить, либо он будет по переднему фронту работать, либо по заднему, это уже детали, значит, у нас сервик начал крутиться со скоростью, которая забита как нулевая в таблице, мы ему выдаем команду позиционироваться вот этим тумблером и он на малой скорости довернулся до нулевого положения, в данном случае у нас положение начальное, вот оно, zero position, zero point, значит, оно определяется третьей фазой энкодера, да, то есть нулевым импульсом, все, теперь мы можем задать какой-нибудь номер точки из таблички, которую мы записали в его память, значит, откуда эта табличка там может взяться, ну, существует три способа, как для всего у Митсубиши, значит, простейший, хотя, наверное, для меня был бы самый сложный, по 422-му мы подключаем выносной пульт, такой же примерно, как у частотника, и с этого пульта можем ввести таблицу и поменять параметры, и все, для меня проще, естественно, здесь есть USB-разъемчик, вот, через который я подключаю ноутбук, и в программе MR-конфигуратор 2, значит, могу параметрировать его, заполнить таблицу, вот, собственно, что я только и сделал, ну, вот, кусочек таблички заполнил, да, показать, как он работает по табличке, допустим, я выбираю шестнадцатую, так, видно будет, вот, выбрал, четвертый тумблер, значит, четвертый вход, это шестнадцатая позиция, и даю команду на ход, и вот он пошел отрабатывать семь позиций, которые я ему заколотил в табличку, вот, после шестнадцатой, все, цикл он отработал, который я ему ввел, теперь, если мне нужно повторить этот цикл, я опять ему дам импульс на старт, и он опять его отработает точно так же, в этом его смысл, что он его отработает абсолютно, абсолютно точно, сбить его с этого дела, конечно, ну, пятьдесят ватт, я его руками проверну, но зачем, вот, он свою работу делает, вот, если я выберу другую какую-то программу, допустим, вот, с первой позиции, там, есть другой кусок таблицы, она просто более длинная, более скучная, для каждой точки я определяю, с какой скоростью он к ней приедет, с каким ускорением он разгонится, с каким ускорением он затормозит, все это сколько времени он будет держать паузу между точками для такого цикла. По быстродействию и вообще вот тоже, чем сервомотор отличается от просто мотора общепремышленного. Надо понимать, что по моменту он допускает кратковременно трехкратный перегруз. По скорости двухкратный. То есть, его спокойно до шести, даже до шести с половиной тысяч кратковременно можно разгонять. отработал. Вот, Такое. Есть ручной режим, естественно. То есть, я ему тупо забил скорость ручного режима, и он будет крутиться, пока я буду просто держать. есть импульсный ручной режим, но у меня просто нет задатчика. Если кто-то имел дело с ЧПУ, со станками, то там видели такие импульсные ручное задание, позиционирование. Ну, это уже такое. Пошел на позицию. Ладно. Это уже все баловство. тут мы можем его, кстати, остановить. Я его оп, аварийным остановом мы его остановили. Вот такая вот штука. Ну, вот, еще мне надо, естественно, попридумывать, что про него рассказывать. Значит, что будет интересно, что показать. Вот. Ну, я думаю, что первое, что мне нужно будет показать, это как к нему подключать пакет параметрирования, как заполнять вот эту табличку. То есть, вот такие вещи это я смогу рассказать даже при всех своих весьма базовых знаний в области сервопривода. Вот. Если это интересно, пишите в комментарии, что-то спрашивайте, я попытаюсь отвечать. То есть, это немножко будет такое ответвление от обычных моих рассказов про частотники, потому что, в общем-то, в сервике вещь очень интересная. Вот. И есть огромное количество задач, где ну, других, другие решения чересчур сложные. Вот. То есть, сервик очень часто делает жизнь конструктора проще. То есть, те вещи, которые, ну, откровенно скажем, через задницу делаются на других видах привода, делаются очень просто на сервоприводах. Ладненько, я уже тут сильно много наговорил. Тут мы вылетели за полчаса, далеко вылетели за полчаса, как я уже вижу, у меня камера останавливалась. Так что, такое длинное видео, но это просто начало такой достаточно интересной, я считаю, темы. Все, счастливее. что-то длинное и длинное